МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что такое семейный отдых в Тунисе? Это маленькое приключение на фантастических белых пляжах под знойным солнцем Северной Африки. Это тенистые благоухающие сады, гигантские пальмы, экзотические цветы и великолепные отели, задача которых подарить вам незабываемые впечатления. Это занимательная экскурсионная программа и масса развлечений для детей с самого разного возраста. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вы едете в Тунис с детьми, значит, ваш родительский долг сделать их отдых праздничным. Иными словами, в обязательную программу должны войти аквафлиппер, аквапарк с аттракционами, парк Фригия, где живет более 50 видов животных, и тунисский Диснейленд, Картошленд. Его архитектура несколько напоминает древний Карфаген. Наверняка с этим связана и тематика аттракционов, среди которых путешествия во времени, сражения на слонах, покорение Средиземного моря и африканское сафари. Ну, а если вы соберетесь вместе с детьми на необитаемый остров, то вас туда доставят настоящее пиратское судно. И, несомненно, и вы сами, дети, получите огромное удовольствие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем родителям известно, что для ребенка отдых на море это самое счастливое время. Когда еще ваше чадо может сутки напролет проводить время вместе со свободными от работы родителями, играя на пляже и плескаясь в воде? Отпуск в Тунисе – чудесная возможность получить массу положительных эмоций и новых знаний. Однако не лишним будет иметь в виду, что для выезда за рубеж с маленькими детьми лучше выбрать время в августе-сентябре, то есть в так называемый бархатный сезон. В это время солнце припекает уже более милосердно, а море достаточно прогрелось, чтобы купаться можно было долго. Однако в какое бы время вы ни приехали отдыхать на море с ребенком, следует помнить, что пик активности солнца приходится на время с 11 до 16 часов. Поэтому находиться под открытым солнцем, даже будучи намазанным солнцезащитным кремом с максимальной степенью защиты, лучше всего либо до 11 утра, либо после 16 часов. А в самые жаркие часы предпочтительно находиться в тени. Замечу между делом, что безопасность вашего ребенка на пляже – дело исключительно важное, и обеспечивать эту безопасность – ваш святой родительский долг. Почему-то многие родители пренебрегают, например, такими простыми средствами защиты от солнечных ожогов, как панамки, хлопчатобумажные маечки с длинным рукавом и солнцезащитные кремы. Имейте в виду, солнечные ожоги совсем не так безобидны, как кажутся, а избежать их несложно. Пользуйтесь специальными кремами для детской кожи, водоустойчивыми с высоким фактором защиты. И помните, что наносить их нужно несколько раз в день в течение всего пребывания на солнце, не забывая и про лицо. Но на случай получения ожогов все-таки захватите с собой крем-пантенол. Если ваш малыш боится заходить в море или даже плескаться в бассейне, не стоит силой тянуть его под струи воды в аквапарке, игнорируя слезы и крики. Лучше позвольте ему поиграть рядом с водой, постепенно привыкая, присматриваясь к другим детям. Не трагедия, если малыш так и останется равнодушным к водным радостям. Главное, чтобы он получил заряд положительных эмоций. Чаще всего через некоторое время любопытство возьмет верх, и ребенок сам начнет приближаться к воде. Еще один совет может пригодиться тем, чьи методы воспитания не подходят под определение гиперопеки. Не забывайте поглядывать на счастливые, не вылазящие из воды дитя. Дольше 20 минут подряд находиться в воде врачи не рекомендуют. Ребенку, которому нет 10 лет, не стоит оставлять одного на игровой площадке или в детском аквапарке. Во-первых, повторим, это небезопасно. А во-вторых, вы упускаете прекрасную возможность пережить вместе с сыном или дочерью минуты радости и счастья. А это дорогого стоит. Обязательно обсуждайте с ребенком каждый прошедший день, что ему понравилось, что запомнило, а что напугало. Объясните непонятное и тревожащее, не высмеивайте страхи ребенка. Лучше спокойно объясните, причем не один раз. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок по возможности питался правильной едой. Пусть это будет даже картофельное пюре с огурцом. Но если он отказывается от всего, то, что включает оплаченный вами all-inclusive. Зато вы не столкнетесь с проблемой несварения желудка. И старайтесь соблюдать привычный режим дня. Ребенок не должен каждый день ложиться спать и вставать в непривычное для него время. У него должен быть послеобеденный отдых, время для игр, книжек или другого любимого занятия. Возьмите с собой на отдых несколько любимых игрушек, карандаши, книжки, раскраски, новую книгу сказок. А маленькому ребенку пригодятся любимые одеяло и мягкая игрушка, бутылка-непроливашка, подушечка и плед. То есть то, к чему он привязан и без чего будет чувствовать себя неуютно. Важно создать малышу комфорт даже в незнакомой обстановке. От этого зависит и ваш комфорт в конечном итоге. А для того, чтобы малыш лучше запомнил прошедший отдых, купите ему маленькие сувениры. А лучше соберите их прямо на пляже, около моря. Красивые камушки или ракушки станут напоминанием о чудесном летнем времени, проведенном вместе с родителями. Когда-то давным-давно жил-был злой и жестокий царь Шахрияр. Каждый день брал он себе новую жену, а наутро убивал ее. Отцы и матери прятали от царя Шахрияра своих дочерей и убегали с ними в другие земли. Скоро во всем городе осталась только одна девушка, дочь визиря, главного советника царя, Шахрозада. Загрустил отец визирь, заплакал горько. Увидела Шахрозада, что отец расстроен, и сказала, «Батюшка, вижу ты чем-то опечален, не могу ли я помочь тебе?» Не хотел визирь открывать дочери причину своего горя, но не смог сдержаться и поведал все. Выслушав отца, Шахрозада подумала и сказала, «Не горюй, батюшка, отведи меня завтра к Шахрияру и не беспокойся, я останусь жива и невредима. А если удастся то, что я задумала, то я спасу не только себя, но и всех девушек, которых царь Шахрияр не успел еще убить». Сколько не упрашивал визирь Шахрозаду, она стояла на своем, и ему пришлось согласиться. Шахрозада была девушкой умной и образованной, говоря современным языком, интеллигентной и начитанной. Она прочитала много древних книг, сказаний, и не было во всем мире человека, который бы знал больше сказок, чем Шахрозада, дочь визиря, царя Шахрияра. А наутро привели ее к царю, и отец простился с дочерью, обливаясь слезами. Перед тем, как отойти ко сну, Шахрозада горько расплакалась, и царь спросил ее, что случилось. Шахрозада попросила свидание со своей маленькой сестрой, и царь послал за девочкой, которая знала замысел Шахрозады и должна была ей помочь. Поэтому, видя, что все готовятся ко сну, а заснуть не могут, девочка попросила Шахрозаду рассказать ей сказку, и такое она оказалось интересной, и что даже царь заслушался и не заметил, как стало светать. А Шахрозада как раз дошла до самого интересного места. Увидев, что восходит солнце, она замолчала и правильно сделала. Почти три года рассказывала восточная красавица чудесной сказки царю Шахрияру. А когда закончила последний рассказ, царь сказал ей, «О, Шахрозады, я так привык к тебе и не казню тебя, даже если ты не знаешь больше ни одной сказки. Не надо мне новых жен, ни одна девушка на свете не сравнится с тобой». Так вот, одними лишь рассказами да танцами укоротила красивая девушка серьезного мужчину-правителя. И не только приручила, но и на путь истинный наставила. Больше он, говорят, никого не убивал. Так повествует арабская легенда о том, откуда взялись чудесные сказки «Тысячи и одной ночи». А вам, дорогие друзья-путешественники, остается лишь смотреть и наслаждаться. В Тунисе умеют инсценировать красивые истории. Вы получите большое удовольствие и, быть может, даже перемените свои взгляды на жизнь и на умных, интеллигентных девушек. Мировая прогулка. Мы знаем, как сделать отпуск незабываемым. Ваш отдых – наша работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова у гостиниц Израиля нет звездной классификации. А существуют лишь определенные классы. Об этом вам непременно стоит поговорить при бронировании тура в вашем турагентстве. Обслуживание в отелях четкое, сервис дружелюбный. В Израиле разнообразный климат, от умеренного до тропического. А купальный сезон здесь длится круглый год. Многих, кроме того, заинтересуют оздоровительные и лечебные программы Израиля, целебные свойства которых известны всему миру. И еще замечу, существует мнение, что если вы отдыхали в Объединенных Арабских Эмиратах, визу в Израиль получить трудно или даже невозможно. И наоборот, якобы для посетивших Израиль поездка в Объединенные Арабские Эмираты нереальна. Это совсем не так. Во въездной визе могут отказать только подданным этих государств. И то, это на усмотрение посольства. А вот для туристов, курсирующих по свету с жаждой новых впечатлений, границ, как известно, не существует. Поэтому отдых в Израиле, если он для вас желанен, нужно планировать уже сейчас. Зимние месяцы – великолепное время для посещения Кубы. Одни называют ее островом Свободы, другие – жемчужиной Карибского моря. И все они правы, потому что Куба – это и многие километры песчаных пляжей, и захватывающие дух пейзажи, знаменитые королевские пальмы, цветущие фламбаяны и изумрудное море. Культура и традиции кубинского народа разнообразны и самобытны. Сами люди поражают своей открытостью и добротой, сердечностью и радостью. Здесь вы ощутите дыхание истории, такой романтичной и волнующей, наполненной рассказами о пиратах и верности в любви. Об эмоциях и чувствах, которые, кажется, переполняют сердца кубинцев. Пляжный сезон на Кубе длится круглый год. Температура воды никогда не опускается ниже плюс 26 градусов. Температура воздуха – порядка 25-28. Прямой перелет на Кубу займет около 11 часов. Так что, если долгий перелет для вас не проблема, планируйте отдых на Кубе, потому что Куба – это праздник, который останется в вашей душе навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова